Друзья, всем привет! Вы находитесь на youtube канале строительной компании АПСДСК и сегодня мы красим дом из клееного бруса. Все нюансы технологии, выбор красок, а также советы по поводу сохранения результата на долгие годы, все эти темы мы обсудим с профессионалом своего дела Сергея Меркулова. Сергей, привет! Ну что ж, Сергей, расскажи, пожалуйста, что за объект мы сегодня красим, на каком он этапе находится? Это индивидуальный проект деревни Мартьянова. Сейчас подготавливаем торцы, подготавливаем брус, герметизируем, шпаклюем, ну, соответственно, грунтуем и красим. Сейчас погода немножко нас подводит, вот, ждем солнечные дни, чтобы финишировать это здание. Сереж, скажи, пожалуйста, сейчас летний сезон, естественно, все ждут лето, там, с мая вы начинаете работы, да, на фасадах. Хороший результат – это какой срок службы? Ну, в районе 5-10 лет, соответственно, южная сторона, северная сторона, все зависит от климатических условий, как говорится. Ну, 5 лет – это стабильная гарантия на выцветание краски. Если не соблюсти технологию, если сэкономить на покраске, что произойдет с домом? Может, ну, может, выгорит только или что-то похуже? Наш брус должен быть однозначно обработанный, дабы сохранить гарантийные условия, дабы сохранить хороший вид дома, хороший вид бруса, соответственно, да, исключить червоточины, гниль. Ну что, Сереж, пойдем тогда поближе к дому, покажешь, чем вы работаете, как работаете, и уже непосредственно расскажем о той самой технологии работы с окрашиванием деревянного дома. Друзья, в первом блоке мы уже поговорили о том, что окрашивание домов нужно производить в теплое сухое время года, что температура должна быть не ниже плюс 5. Я все правильно запомнила? Да. Сергей, расскажи, пожалуйста, вот вас ввели каркас дома, когда можно приступать уже к работам и с чего они начинают? Рекомендация компании – чем быстрее, этим лучше. Вот. Заказчики это все прекрасно понимают, поэтому риски не допускаются, слушают рекомендации наших менеджеров, ну, инженеров, соответственно. Вот. Ну, заходим мы на работы, вот, производим вначале регулировку. До этого был ролик, да, по поводу регулировки? Да, друзья, у нас есть сюжет, посвященный техническому обслуживанию дома, можете посмотреть его, ссылочку на него мы добавим. Провели техническое обслуживание. Произвели, да, техническое обслуживание. Проверили усадку дома. Да, усадочку произвели, протяжку торцов произвели, швы у нас исчезли. Производим герметизацию торцов, вот, этих всех трещин, которые остались, да, шпаклевывание, шпаклевка. Что, герметизация обязательна? Обязательно, да. Влага не должна попадать вовнутрь замка бруса, потому что произойдет внутреннее гниение, как бы, да, и разрушение, соответственно. Поэтому герметизация однозначно обязательна. Вот. Потом шпаклюем сучки, трещины на сучках также, чтобы влага не попадала туда. Слушай, я знаю, что с сучками вообще отдельная история у клиентов, что не всем они нравятся, и потом они задают вопросы, и удивляются, что, а почему следы остались? Путают дерево с пластиком, по сути. Часто с этим приходится сталкиваться? Да, нет, ну, люди однозначно осознанно идут на этот шаг, да, делают деревянный дом. Ну, есть два класса людей, да, одни хотят каменный дом, другие деревянный. Поэтому, если стоит деревянный дом, выбор за этим, значит, сучок – это естественное решение. Ну, есть еще выбор между елкой, да, и сосной. Там сучок поменьше у елки. Поэтому, если люди не хотят очень крупный сучок сосновый, выбирают елочку. Ну, как бы это ни есть проблема абсолютно. После шпаклевки, герметизации начинаем шлифовку, шлифовку бруса. То бишь, первое зерно идет у нас 40, если брус сильно запущенный, да, давно как бы не, давно построено, возведенное, давно возведенное здание, вот. Сороковкой, потом 120, ну, или 80, все зависит от мастера, да, вот, и от машинки, эксцентриковой машинки. 80-ка, 120-ка – это уже чистовая, чистовая, как говорится, шлифовка дома. Потом огрунтовывание здания. Чем грунт, то есть? Грунт также джинейши, тот же сам производитель. К этой же краске требуется, ну, вот, вот баночка. А после того, как нанести грунт, сколько времени нужно подождать до следующего этапа работы? На следующие сутки. Должно быть полное впитывание. От хорошего качественного огрунтовывания зависит, соответственно, и покраска, качество покраски, как ляжет, как правильно ложится будет краска. Цвет равномернее или это именно эффект защиты? Равномерный цвет. Соответственно, это защита, это, как бы, как бы, подготовка к окрашиванию, но это, соответственно, защита третьим слоем, как бы, являющаяся. А антисептический какой-то эффект она дает? Есть там все, да, соответственно, конечно, это защита, первоочередная защита. Без грунта красится только внутри здания, а снаружи однозначно грунтовка должна быть. Смотрим на температуру, влажностный режим. Если температура позволяет, начинаем красить, первым слоем закрываем. То бишь, от угла до угла, без остановки мы окрашиваем дом. Какой инструмент предпочитаете для работы? Для работы по покраске? Да. Мы берем кисти с натуральным или искусственным ворсом, ну, специальные, специально предназначенные для масляной краски. Есть какие-то нюансы, связанные уже непосредственно с нанесением краски? Ну, я знаю, что все начинается с того, что краску нужно взболтать обязательно. Да, да, в простонародье взбодрить. Надо взбодрить, соответственно, чтобы все составы поднялись, да, чтобы, как говорится, перемешать твердое с мягким, да, и жидкое с твердым. Вот, чтобы все составы, ну, чтобы краска приобрела соответствующий цвет, который выбрал заказчик. Итак, друзья, запоминаем, какие этапы ожидают вас, если вы планируете красить дом. Сначала проводим техобслуживание дома, проверяем, что все, что дом прошел необходимую усадку. После этого герметизируем всевозможные трещинки. На торцах. На торцах. Хорошо, спаси, Сергей. После этого что мы делаем? Шпаклюем стены. Шпаклюем стены, шлифуем дважды? Дважды, да. Зерном разной крупности? Да, 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 разным зерном. После этого грунтуем, ждем сутки и уже начинаем работу по покраске. Красим, как правило, на два раза, да? Два слоя, да. Два слоя, как правило, два слоя. Но бывает некоторое исключение, когда заказчик просит более насыщенный цвет, и там уже происходит у нас или три, три слоя покраски, или четыре слоя покраски. Ну, это связано именно с металликами, когда, ну, более, больно, более сложный цвет. Рустан, расскажи, пожалуйста, что сейчас делаешь, как делаешь, какая технология работает? Я сейчас занимаюсь шлифовкой предварительной, перед покраской. Прохожу 120-м зерном, чтобы скрыть с неровности и поднять ворс на древесине. Ну, покажи, как правильно это делается. Подносим, потом включаем. Рустан, как правильно обрабатывать древесину шлифмашинкой, чтобы не было кругов? Я знаю, что, когда непрофессионалы в это дело берутся, остаются круги на древесине. Как правильно работать? Ну, убрать, наверное, машинку центрическую, и круги остаются после болгарки. Это делается, когда древесина уже зеленеет, чернеет. Грубая обработка тогда. Ну, это, наверное, все это лучше творится профессионалу, чтобы кругово не оставалось. А когда герметизировать, когда вот замазывать все вот эти трещинки? Все перед шлифовкой, чтобы потом не осталось, ничего не торчало, не вырадовало древесину. А если говорить непосредственно о технологии нанесения, как наносим, красим, как работаем кистью? Ну, я думаю, ты покажешь нам более детально, да, это уже в процессе. Какая технология? Мокрая по-мокрому, как мы с этим работаем? Мокрая сухая. Технология простая, скажем так, да, нанесение с мокрого на сухое, методом растягивания краски, чтобы краска максимально впиталась в древесину. Какие краски рекомендуешь для деревянных домов? На водной основе или на масляной? Однозначно на масляную. А не намного дороже, чем на водной? Ну, не намного дороже, но, естественно, дороже, потому что составы все-таки более сложные. Это именно то, да, вот, что защитит брус максимально от внешнего воздействия. Сейчас красим с мокрого на сухое, да, стягиваем красочку, чтобы была без разводов, без потеков. Если кисть будет ненатуральной основе или некачественная, то будут видны полосы, продольные полосы. Соответственно, ну, краска не впитается в тело бруса. Сереж, расскажи, пожалуйста, как тебе выбор красочной палитры? Много ли цветов сейчас предлагают производители красок? Сложно ли выбрать клиента? Много ли вопросов задают? Много вопросов задают, да, подобрать. Подобрать цвет очень тяжело, угодить клиенту очень тяжело. Клиент переборчивый, нанче стало. Ну, широкий выбор красок позволяет уже пофантазировать. А скажи, пожалуйста, бывает ли такое, что вот клиент выбрал одно, да, ему вот понравилось на тех выкрасах, которые ему предоставляют, а потом, когда покрасили дом, вот как-то результат несколько иной. Бывает такое? Или это уже, скорее, исключение из правил и плохая работа специалистов, которые окрашивали дом? Да, бывает все. Очень сильно влияют погодные условия. Также клиент не может выбрать краску правильно в офисе, потому что он видит только ламель выкрашенную, да, а на здании, визуально, вот на своем доме, на собственном доме, это выглядит совсем по-другому. Он хотел бы видеть дом в другом цвете, например, освещенность тоже в офисах, это светодиодное освещение, здесь естественное освещение, там солнце, там пасмурно, ну и дом играет совсем другими красками. Часто говорят о том, что сейчас много экологически чистых красок. Скажи, пожалуйста, вот эти краски, которые использует компания PSDSK, бренд G-Nature, они, насколько экологичны, можно ли им красить там внутри дома, можно ли там находиться детям, и вообще-то, насколько комфортно работать, не болит ли у вас голова после рабочего покрасочного дня? Да нет, все на натуральных основах, поэтому абсолютно экологически чистая краска, как внутри, так и снаружи, все мы советуем, как бы, да, ну и давно, давно мы ей красим, поэтому по отзывам клиентов, да, мы понимаем, что все-таки надо выбирать эту краску, не какую-то другую. Жалоб нет? Жалоб, да, нет абсолютно. А вот мы наносим первый слой, скажи, пожалуйста, сколько времени нужно выждать, прежде чем можно уже наносить второй? Ну, завод-изготовитель рекомендует 4 часа, но мы ждем сутки. Скажи, пожалуйста, работа маляра может быть дешевой, или все-таки это такой очень структурозный? Работа, в принципе, не должна быть дешевой, да, вот, ну, есть нормальная расценка, да, компании, которую большинство наших клиентов устраивает, и практически 98-99% клиентов не уходят без покраски в нашей компании. Когда дом нужно обновить? Ну, это чисто индивидуальное мероприятие, да, человек должен понимать тоже, ну, надо или не надо. Если человек не понимает, лучше позвать нас, да, вот, как специалист, ему подскажем, нужно или не нужно. А, в принципе, именно выгорание дома, это тот маркер, да, из-за которого приходится вот дом перешлифовать и украсить. Ну, в общем, шлифовка при обновлении цвета обязательна? Однозначно, да. Ворс подымется, однозначно цвет поменяется, да, ну, как бы будет некоторое отмирание в доске, поэтому придется ее немножко отшлифовать, обновить, вот, ну, и погрунтовать, покрасить, соответственно. Сергей, спасибо огромное вам за то, что нам сегодня провели такую экскурсию. Друзья, ну, а вы подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите о своих историях окрашивания деревянных домов, трудно ли это было, долго ли простоял результат. Нам очень важно ваше мнение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok